Ну, это важно, потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды, поэтому здесь нельзя олимпийским девизом, что ли, довольствоваться, потому что олимпийский девиз, знаете, главное участие, это нам не подходит. Надо нам и себя проверить и на уровне топ чемпионов, чтобы все чемпионы будут, проверить себя и готовность свою, чтобы сравнить. Это будет как лакмусовая бумажка для нас. Германия такой турнирный боец во всех турнирах, практически во всех чемпионатах мира и Европы они доходят до финала, полуфинала, поэтому, наверное, здесь тоже не будет исключением, что они привезут хорошую команду и будут в какой-то степени такой, таким, как бы сказали, фаворитом. Сегодняшний футбол это эффективность, а не артистизм, да? Ну, наверное, португальцы могли артистизмом заниматься на чемпионате Европы, но думаю, они тоже до этого дошли, что этого мало, поэтому они играли эффективно и, по-моему, они одну игру всего выиграли и стали чемпионами Европы, поэтому вот в этом плане нам надо тоже делать какие-то выводы, что все-таки эффективность в игре должна быть, не просто там артистизм, там еще что-то, за это очки не дают, мы не фигурное катание, поэтому в этом плане нам четко надо расставить акценты, какие у нас футболисты, какие у нас сильные стороны, как они могут в команду превратиться, кто что должен делать, ну, и этим мы, кстати, сейчас и занимаемся. Ну, позитивный момент, во-первых, все футболисты с удовольствием приезжают, это видно. Второе, некоторые коррективы мы сделали, и перестройка команды идет, и если брать последний матч, уже 4-5 футболистов в основном составе были 22-21 года, да, там, 22-21 год, 23, поэтому идет естественное обновление. Очень бы хотелось, чтобы она была команда, и как правильно сказал после игры с Румынией Евгений Серафимович Ловчев, за такую команду хочется болеть, вот чтобы вот это у наших болельщиков было, чтобы за такую команду можно было болеть, переживать, поддерживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова